Финальный поединок в первом финальном блоке. Весовая категория до 57 килограмм. И должен сказать, что сегодня мы с вами увидим повторение прошлогоднего финала. В прошлом году встречались Саян Хертек Москва и Владимир Гладких. Верхняя Пышма Свердловская область. И они уже борются третий год подряд. Третий год подряд. Два предыдущих года выигрывал Хертек Саян. Итак, спортсмены выходят на ковер. Трехкратный чемпион России Саян Хертек. Прошу прощения, четырехкратный чемпион России Саян Хертек. И многократный призер России Владимир Гладких. Бронзовыми призерами здесь стали в этой весовой категории Мурадян Эдуард из Краснодарского края и Тлишев Харун. Также Краснодарский край. Краснодарцы обступили пьедестал. Но в финале вот Свердловская область и Москва. Редин, Бондаренко, Кадыров обслуживают данный финал. Бросок через спину с колен с места. Силовой такой вход. Тут, конечно, была предварительная подготовка. Ногой, зацепом. Финт такой футбольным языком выражая сделал Гладких. Но Саян не поверил этому. Этой подготовке, в общем-то, через спину не упал. Замечания за пассивное ведение борьбы объявлены спортсмену в красной форме. Ну, атака была, в общем-то, у синего. Да, тут спорить смысла нет. Синий был в атаке. Зацеп голенью. Немножечко, вот как мне кажется, действительно ковер такой скользкий. Вообще, есть такая поговорка, да, ковер скользкий. Но в данном случае, в прямом смысле слова, было видно, что скользят ребята. И в предыдущей схватке проскальзывал Дуруманов. И вот сейчас было видно некое скольжение у Хиртека Саяна. Раздергивает отворотом Саян своего соперника. Очень неприятно вот эта болтушка, так называемая. Когда отворот вот так вот трясут, соперник немножечко может потеряться. Вновь спина с колен. Синий пока атакует на один подворот больше, чаще. Красного так и, в общем-то, накажут второй раз. Переход в партерный рычаг локтя. Спрятал локоть сразу Саян. Вот здесь, да. Хотелся за ногой, потом спина с колен. Но можно оценить, опять-таки, как ложную атаку. Но Синий тут же встал. То есть Красный не вышел из равновесия после атаки Синего. Но, тем не менее, вот и Синий встал. Вот, да, предлагал арбитр сейчас наказать Красного. Синий все-таки больше работал. Но пока что не присоединились к нему Кадыров и Редин. Не тот неявный эпизод, где надо наказывать. Саян выигрывает захват. Сейчас есть хороший захват у Киртека. Отворот, рукав, сбил в партер. Вот боковой судья сразу показывает на то, что Синего надо наказывать. А Саян тем временем переворачивает на удержание. Переворачивает, но прижаться пока не имеет возможности. Гладких пока что держит его бедро так, что не пускает туловище к туловищу. И вот арбитр открыл удержание. Удержание пошло. Борьба продолжится в стойке. Болевой долго делал Саян. Переходил долго. Конечно, вот здесь он сбил. Видите, да, боковой судья, конечно же, сразу зажигает замечание. И вот Хертек здесь сделал такой переворот и провел удержание. 4-0. Чем ответит сейчас Владимир Гладких, мы увидим. Подсечка изнутри. Обмениваются подсечками ребята. Уходит практически без борьбы Гладких на коленки. Имеет возможность Хертек атаковать. Осуществляет переворот. Удержание уже было. Надо садиться на болевой. Он садится. Удалось сесть на болевой. Он достаточно хорошо сидит. И Гладких так даже не уходит. Странно, вот в этой ситуации нижнему, конечно, лежать совсем нельзя. Нужно выходить молниеносно и не ждать, когда вот разрыв рук произойдет. Саян разрывает, но захват вот видно, что руками вообще несложный. Но почему-то у Саяна не выходит разрыв. За пальцы хвататься нельзя. Он этого не делает. Побаивается, видимо, в близком кисти брать. Было много эпизодов, когда в агонии, что называется, проводящей болевой прием, случайно мог схватиться за пальцы и за это пострадать предупреждением. 32 секунды до конца встречи. Вот здесь хорошо переворачивался, Ян, да. Отключил голову, сел на болевой. Хорошо очень зажал своей левой ногой голову и спокойно перенес вторую ногу через туловище. Видите, поехали опять ноги у Саяна. Скользко. Вот разъезжаются ноги. Приставными шагами уже удерживает счет, конечно. Конечно, Саян уже перемещается. Не боится, что его накажут. Конечно же, пора наказывать за такое явное отступление назад. Но время неумолимо истекает. И Саян Херте, город Москва, становится пятикратным чемпионом России. Весовой категории до 57 килограмм. Итак, вновь поедет за сборную России бороться на чемпионате мира Хертек Саян. А Владимир поедет на чемпионат Европы. И будет бороться практически у себя дома, в городе Екатеринбург. Итак, первый финальный блок из трех встреч подошел к концу. Мы с вами увидим... Победитель и призерность среди мужчин в весовой категории до 57 килограмм. В весовой категории до 57 килограмм. Мурадян Эдуард, Итлишев Харунг. Оба Краснодарских край завоевали бронзовой медалью в весовой категории до 57 килограмм. Владимир Гладков, верхняя пышма, Свердловская область, серебряную медаль. И Саян Хертек, Москва Самбо-70, чемпион России весовой категории до 57 килограмм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok